Две ключевые темы. Помимо борьбы с паводком, первая это борьба с браконьерством. У нас это бич на всем Дальнем Востоке. Выбивается незаконно, без доходов в бюджет, варварски. Стада очень ценных пород рыб. Вот этому была посвящена значительная часть совещания. И вторая организация безопасности дорожного движения. У нас один из самых высоких показателей смертности и вообще в целом количество ДТП по сравнению со всей остальной территорией страны, связанное с качеством дорог. Это очевидно. Дороги в ужасном состоянии не только в Хабаровском крае, но и по всему Дальнему Востоку. Поэтому по части борьбы с браконьерами вышли на решения, которые будут сейчас отработаны уже совместно с администрацией, президентом, с правительством. По поддержке предпринимателей, которые занимаются разведением рыбы, по прибрежному лову выходим уже на решения. Ну и в целом будем ужесточать правила и наказания для тех, кто занимается браконьерством. Кроме того, прозвучало предложение организации рыбной биржи и легализации нестационарной и мобильной торговли рыбой. Это очень перспективное решение, которое позволит предпринимателю многим выйти из тени, платить нормальные налоги и вообще в целом улучшить обстановку на рынке. Если это будет легализован процесс, если будут нормы соответствующие работать, владельные установки, проверки, тогда будет все нормально. А то, что сегодня стихийно происходит, это вызывает, во-первых, недовольство граждан, которые ходят и выбирают рыбу. Это неудобство самих торговцев, да и вообще против здравого смысла. Поэтому мы должны идти уже известным путем. Если есть потребность, если есть спрос, есть предложение, его нужно легально, цивилизованно удовлетворять. Это тема, с которой мы все обращались. И я, в том числе, за два месяца написал несколько письмов правительству по итогам встреч с нашими рыбаками, с коренными малочисленными народами, вообще со всеми, кто здесь живет и кому рыбалка дорога, о том, что не хватает любительских участков для любительского лова. Те, которые выделяются, они просто усеяны рыбаками, и там неудобно это, некрасиво, никому от этого никакой радости. Поэтому это результат наших обращений, моих в том числе, то, что полномочный представитель президента, вице-премьер Юрий Петрович Трутнев нас услышал и уже на таком высоком уровне эту тему начал продвигать. Поэтому за счет снижения аппетитов рыбопромышленников планируется увеличение площади участков под любительский лов. А любительский лов, ну, это хорошее настроение от права людей.